Всем привет, кто следит за четырехлетним путешествием, это снова Боб Лукас в переводе CryptoCommons, сегодня 20 ноября 2024 года, и мы продолжаем нашу серию выпусков про четырехлетние циклы, надеюсь, что у вас все хорошо, наверное, это был самый короткий перерыв, мы виделись совсем недавно, в этом месяце, где-то около 10 числа, и все, конечно, потому что мы сейчас находимся в фазе бешеной бычки текущего четырехлетнего цикла, нет сомнений, просто ноль сомнений, что это именно то, чего мы и ожидали. Это заключительная фаза, или третий год четырехлетнего цикла, и, как правило, он самый бычий. За всю историю биткоина мы видим, что его резкий рост приходится именно на третий год четырехлетнего цикла. Поэтому сегодня мы поговорим об этой бешеной бычьей фазе, в которой мы сейчас находимся, поговорим о нашей модели портфеля и о том, насколько важно в этой заключительной фазе будет придерживаться выбранного курса, потому что, как я уже говорил, это тот самый год или период, в котором происходят все качественные изменения, и важно придерживаться курса и иметь твердое понимание того, что происходит. А также, конечно, я расскажу, где мы находимся сейчас в этом цикле, где можно ожидать пики в будущем, и постараюсь развеять любые опасения, которые у вас есть по поводу возможного раннего пика в этом четырехлетнем цикле. Так что давайте приступим. Еще раз спасибо за лайки и просмотры, я записываю это видео на станции 3 в Нью-Йорке. Ну что, погнали? Модель портфеля можно всегда открыть на bitcoin.live на вкладке 4-year journey, нужно пролистать вниз до таблицы, в которой, в общем-то, очень-очень редко что-то меняется, потому что с 2018 года было всего 7 сделок или транзакций, как вам угодно. Но идея как раз про это, по сути, это умная версия стратегии ходлинга, в которой мы пытаемся извлечь выгоду из падений и пиков внутри четырехлетнего цикла. Мы не пытаемся угадать, когда будут абсолютные минимумы и абсолютные максимумы, мы пытаемся избежать большинства просадок в цикле, и, соответственно, пытаемся закупаться как можно ближе к минимуму следующего цикла. Я считаю, что эти циклы будут продолжаться, повторяться и дальше, и я не думаю, что этот цикл или следующий за ним станут исключениями. Я не определял для себя какие-то конкретные цели, об этом мы поговорим в следующем видео, но на данный момент целей по прибыли у меня нет. Нужно, чтобы эта бычья фаза просто развивалась. Но, по сути, вот это все, это просто наши прошлые покупки. Любые цели, которые появятся в будущем, будут потом здесь отмечены. Кстати сказать, эта ходл-стратегия очевидным образом очень хорошо себя показала, мягко говоря. Наши инвестиции в размере 35 тысяч или 40 тысяч долларов плюс-минус такого размера в начале цикла 2018 года сейчас уже стоят больше миллиона. По-моему, это очень круто. Особенно учитывая низкий уровень стресса, заложенный в основе этой модели портфеля. В этом анализе я собираюсь в основном рассмотреть следующие две концепции, текущую фазу бешеной бычки и то, где мы сейчас находимся в цикле. Давайте сначала посмотрим на недельный график. Самое важное, что мы видим на недельном таймфрейме, а здесь вырисовываются недельные циклы. Мы завершили недельный цикл еще в сентябре, и сейчас мы снова пробили all-time high после 7-месячного периода консолидации. Интересно, что в предыдущих четырехлетних циклах и буквально с момента своего появления биткоин демонстрировал сильнейшую волатильность как на пути наверх, так и вниз. На этот раз в этом цикле мы еще не видели просадки более чем на 30%. Для актива с такой волатильностью это выглядит очень впечатляюще, если не сказать больше. Я лично думаю, что это просто показывает существующий высокий спрос на биткоин. Каждый раз, когда биткоин начинает падать и откатывается на 10-15-20% от максимума, или в среднем падает на 15-20%, заходит значительное количество покупателей и подталкивает его обратно наверх. У него не было возможности, он не давал возможности для падения цены, и это еще раз говорит нам о высоком спотовом спросе на биткоин. Вот эти зеленые и красные стрелки здесь, это просто шестидневные циклы, которые связаны с недельными циклами, и понятно, недельные циклы также связаны с четырехлетним циклом. Но здесь мы видим, что шестидневные циклы формировали нисходящие верха и нисходящие низы, вплоть до довольно низкого минимума недельного цикла в сентябре. На этом минимуме недельный цикл завершился, и начался новый недельный цикл. Затем у нас был шестидесятидневный цикл, подъем и уход выше максимумов предыдущего шестидесятидневного цикла. И это сигнализировало об изменении тренда и о том, что мы выходим из консолидации, и что бычий рынок продолжается, и мы идем к историческим максимумам. Минимум шестидесятидневного цикла в ноябре, победа Трампа, и теперь биткоин осваивает новые уровни цен, выходя из вот этого периода консолидации, и у нас таким образом начинается третий год текущего цикла. Мы прошли минимум четырехлетнего цикла, минимум медвежьего рынка 10 ноября 2022 года, а сейчас у нас ноябрь 2024 года. Итак, два года текущего цикла подошли к концу, это конец медвежьего рынка, и сейчас начинается третий год этого четырехлетнего цикла. С точки зрения структуры четырехлетнего цикла, интересно отметить, что конец 24-месячного периода или двух лет четырехлетнего цикла, это период, когда биткоин, то есть начиная с третьего года цикла, всегда переписывал all-time high и входил в бычью фазу цикла. Самую спекулятивную его часть, где фиксируется большая часть прибыли, если вы посмотрите на цикл 2015 года и отмотаете на 24 месяца влево, то увидите, как он коснулся или протестировал вот этот исторический максимум, а где-то на 26-27 месяце он снова перешел в бешеную фазу цикла. На этот раз это случилось на самом деле гораздо раньше 16-месячного периода, прямо здесь, когда мы переписали all-time high, и в основном из-за этого и случилась вот эта бычья консолидация. Мы вышли на all-time high в самом начале цикла, и теперь мы как бы перезагрузились, перестроились и заложили то, что, как я считаю, является прочным фундаментом, на котором этот бычий рынок может затем перейти в эту третью спекулятивную максимально бычью фазу четырехлетнего цикла. На самом деле, не стоит ничего особо усложнять в этой структуре и в этих циклах, они по сути настолько прозрачны, насколько это возможно, и они почти в копейку зеркалят предыдущие циклы. Но человеку от природы свойственно сомневаться и опасаться, когда все идет как нельзя хорошо, поэтому я вижу в соцсетях люди пишут, Ну вот, сейчас все в это поверят, и этого не случится, не может все идти так гладко, но я хочу вам сказать, что чаще всего так оно и случается. Цикли зеркалят сами себя и отлично рифмуются друг с другом. Поэтому на самом деле самое глупое здесь — это идти против этого и самой структуры цикла. Конечно, всегда есть, и я говорю это в каждом видео, всегда есть альтернативный взгляд медвежий, ожидание какого-нибудь черного лебедя, но, как правило, ничто из этого не сбывается. Обычно ожидание, что эти циклы будут зеркалить друг друга, оправдываются. И текущий цикл, опять же, в точности повторяет предыдущие. Но в этот раз есть одно важное отличие — у нас вообще нет ритейл-мании, такого всеобщего фома, который захватило бы всех и вся. И вдобавок ко всему, мы также не можем игнорировать этот факт. И вот уж чего я вообще никак не ожидал. Два года назад я думал, какой к черту ETF, ничего такого у нас не будет, однако теперь ETF есть. И мы уже ранее наблюдали его взлет. В общем, мы подошли к 16-месячному максимуму, all-time high, в этом цикле немного раньше. И, наверное, поэтому мы так и не увидим ожидаемого 30% спада сейчас в этом цикле. И опять же, теперь у нас есть в США правительство, которое не просто говорит, да, мы, между прочим, поддерживаем криптовалюту, или биткоин, или блокчейн, или как там у вас называется. Оно открыто и активно продвигает все это, а не просто поддерживает или одобряет, а реально форсит. У нас теперь президент, который выпустил целую серию коллекций NFT и вдобавок рассматривает возможность запуска своего собственного токена. Там среди министров теперь куча держателей и сторонников биткоина, и в Сенате, и в Конгрессе. У нас здесь, в США, теперь правительство, которое собирается вводить законы и правила, нацеленные на поддержку и продвижение всей этой движухи. И трудно переоценить, насколько сильно это подогревает бычий сценарий для биткоина. Опять же, это видно на графиках, это чувствуется на рынке, это позволяет институциональным игрокам теперь занять позицию, это порождает у них фома, потому что они знают, что если они не войдут сейчас, то они недоперформят в будущем. А также с точки зрения регулирования, это дает им зеленый свет для выхода на рынок, дает им возможность участия, не бояться ответной реакции или попасть под какие-либо ограничительные меры. Это устраняет все эти регуляторные издержки и трения, и именно поэтому я считаю, что это очень важно. И тут речь идет о миллиардах и миллиардах долларов, которые вливаются в этот рынок, причем не за счет кредитного плеча, как это было с FTX, табачкой и всеми прочими теневыми игроками, которые оказывали влияние на последний цикл. Этот тренд, движимый с потовыми рынками, максимально бычий рынок, который вы когда-либо видели, это гонка за то, чтобы купить биткоин, прежде чем он скроется за горизонтом. Так что да, конечно, я максимально по бычий настроен сейчас в этом цикле. Неожиданным образом этот цикл кажется даже более оптимистичным, чем предыдущие, судя по его движениям и развитию. И опять же, подумайте о том, что в профессиональных финансовых кругах и СМИ не осталось никого, кто высказывался бы негативно, называл бы это финансовой пирамидой, скамом или что-нибудь в таком духе. Да, многие все еще предпочитают оставаться в стороне, но биткоин уже достиг такого уровня принятия на рынке, что воспринимается как серьезный класс активов, как класс активов, который просто нельзя просто больше игнорировать. И для институциональных игроков это серьезное основание, чтобы начать покупать, поглощать и держать этот актив на своем балансе. Итак, мы понимаем, что сейчас идет третий год, самый бычий год, самый маниакальный год цикла, что структурно он похож на все предыдущие четырехлетние циклы. Мы ожидаем фома у институциональных игроков, возможно фома федерального резерва, который наступит, а может потихоньку уже подкрадывается. Возможно возникновение стратегического биткоин резерва здесь в США. В общем настроение, причем это не просто настроение, а фундаментальные факторы. Все говорит в пользу того, что биткоин пробьет уровень в 100 тысяч долларов и не оглянется назад, устремляясь в еще выше. Мне кажется, это вот-вот произойдет после этой 7-месячной консолидации. Я думаю, он уже не вернется к прежним значениям. Я думаю, что мы уже находимся в этой фазе кульминации. И да, я правда думаю, что мы будем наблюдать существенную волатильность, когда мы достигнем пика четырехлетнего цикла. Но мне кажется, что нужно быть осторожным, не придавать этому слишком большого значения в данный момент и просто позволить этому циклу развиваться дальше. Мы только что, напомню, зафиксировали прорыв после консолидации, и это по-прежнему только начало третьего года. И если мы отзеркалим предыдущие циклы, то 35-месячный пик четырехлетнего цикла случится не раньше ноября 2025 года. Так что нужно по-прежнему смотреть на год вперед, прежде чем этот цикл достигнет пика, если он будет зеркалить предыдущие циклы. Конечно, все не будет идеально рифмоваться. Этот пик может наступить раньше, он может наступить даже позже. Мы это не узнаем заранее. Но в этом и есть суть циклов. Мы пытаемся найти край, мы пытаемся найти и определить область или период, где цикл может достичь пика. Но все, что я могу сказать на данный момент, это то, что мы все еще находимся в ранней фазе криптомании. Вот это двухлетнее или фактически 18-месячное движение к максимуму было лишь первой фазой этого четырехлетнего цикла. Вот эта семимесячная консолидация послужила периодом обнуления ожидания. И сейчас мы достигли середины или середины четырехлетнего цикла, двухлетнего минимума прямо здесь. Это вторая половина четырехлетнего цикла, который сейчас снова находится в самом начале пути наверх. Я думаю, в какой-то момент, вероятно, это произойдет не раньше инаугурации Трампа, в конце января, мы, вероятно, увидим период, может быть, месяц или два существенного спада, некую встряску в какой-то момент, не раньше, чем ожидания перегреются после застоя здесь в течение нескольких месяцев. И это будет такой встряской, очищением всех, кто стоит с большим плечом, смоет здесь, и тогда все перейдет в финальную фазу полета к новому максимуму. Я знаю, что многих заботит, кто какие устанавливает цели, в какую цену кто метит, но должен сказать, что я про это не думаю, и я почти уверен, что никто не знает, где будет максимум этого цикла. Есть еще эта идея про убывающую доходность, что каждый максимум цикла уже не приносит так много доходности, как предыдущий цикл, то есть, если посмотреть на предыдущие циклы и прикинуть от пробития или от последнего максимума до следующего максимума, то можно получить значение в 100 тысяч и пару десятков для пика в этом цикле. Но можно посмотреть на это и с другой стороны. Сейчас, когда к этому подключилась администрация, растущая привлекательность для различных институтов, всеобъемлющее признание того, что биткоин — это легальный класс активов, это также открывает возможности, осмелюсь сказать, суперцикла, в котором мы сначала вступаем в маниакальный памп, который, кстати, может повторить памп 2017 года, который был в значительной степени обусловлен наличием массового покупателя, но это уже затронет всех без исключения, государства, институты, в конечном итоге массового покупателя, и тогда мы получим астрономическое число. Опять же, не собираюсь прикидывать, потому что это абсолютно бессмысленно. Нужно просто двигаться неделя за неделей, месяц за месяцем, пока не придем к пику. Очевидно, мы увидим много разных признаков этой мании. Сегодня пока их еще не очень много. Обычно индикаторами настроений тут служит, кто его продвигает, какие знаменитости его продвигают, вставляют ли это в рекламу в спорте, количество запросов на YouTube, все эти и другие показатели, на которые мы можем посмотреть, чтобы увидеть накал спекуляций на тему. Но пока что мы еще не там, это еще не началось. На самом деле, пока что это все криптобратья и крипто-сообщества, кого действительно все это волнует в данный момент. А они, в свою очередь, даже как-то перевозбудились, учитывая, что мы сейчас находимся на уровне 94 тысячи, а всего пару месяцев назад были на уровне 50. Так что вроде как все это пока не сильно выплескивается за пределы сообщества, но как только мы пробьем 100 тысяч, я думаю, что мы все увидим это в СМИ, и вот тогда-то, я думаю, и начнется лавина настоящего ФОМа. Но если говорить про цель, то у меня ее на самом деле нет. И если вы посмотрите на модель портфеля, в последнем цикле у меня была установлена ранняя цель на уровне 28 тысяч долларов. Помня, что предыдущий четырехлетний максимум был где-то 19,2 и 19,5. Я выставил небольшую часть, установил автоматический ордер на 28 тысяч. Давайте покажу, где это было. И вот, идем назад, вот максимум в 2017 году. Я выставил такую цель на довольно раннем этапе, на 28 тысяч, прямо вот тут. Потому что у меня было в глубине души небольшое беспокойство, типа, блин, в этом цикле в 2017 была настоящая мания, а значит, есть вероятность ухода на более высокий максимум, потом большая красная свеча и откат вниз. Поэтому я хотел иметь возможность зафиксировать прибыль и покрыть изначальные инвестиции на уровне 28 тысяч, и этим защитить позицию или портфель от возможного сильного падения в будущем. В этот раз я так не делаю, потому что я чувствую себя намного-намного увереннее в этот раз, что мы увидим прям фома на государственном и институциональном уровне, маниакальную стадию, которая запампит биткоин намного выше, чем то, где мы находимся сейчас. Так что да, я очень оптимистично настроен относительно того, куда все сейчас смотрит. Мне этот цикл кажется намного-намного более сильным, чем предыдущий цикл, и поэтому я не хочу устанавливать ранние тейк профиты, цели и все прочее. Будем посмотреть, как говорится, как оно пойдет дальше. Единственное, что я хочу еще сказать, глядя на этот красный флаг, это то, что сейчас, два года спустя, и вступая в третий год, учитывая президентство Трампа, учитывая институциональных игроков, навряд ли будет ретест этой области консолидации, может, будет ретест этого уровня пробития, так что может, скажем, 74 тысячи, назовем это уровень 70 тысяч, где сегодня находится 10-месячная скользящая средняя. Его, да, мы можем отретестить, и это не будет сигналом медвежьего рынка внутри этого 4-летнего цикла. Но все, что сейчас закрывается ежемесячно ниже 10-месячной скользящей средней, я думаю, говорит в пользу красного флага, и за этим интересно будет проследить. Я не думаю, что это случится, скорее всего, я думаю, мы увидим краткосрочную волатильность, существенную встряску в какой-то момент, но если мы увидим закрытие месяца ниже этого уровня, ниже 70, то это единственное, что заставит меня сказать, эй, погодите, тут что-то происходит, так не должно быть, понимая то, как развивается этот рынок. Так вот, я хотел вам сказать важную мысль, что сейчас будет крайне важно придерживаться выбранного курса. Это модель портфеля и концепция 4-летнего цикла. Это все разработано для того, чтобы зафиксировать рост и новые максимумы цен в течение 3-го года. Если вы посмотрите на то, как вырос ваш портфель с минимума последнего 4-летнего цикла, и это, конечно, зависит от того, когда вы вошли в 2018 году на уровне 3 тысяч долларов или по 16-17 тысяч, где-то здесь или где-то рядом, то вы увидите, что вы находитесь в плюсе. Все, кто инвестировал в биткоин, кто не использовал кредитное плечо, кто не заходил в альткоины, которые значительно просели, сейчас в плюсе, верно? Потому что мы идем к историческому максимуму. Все в прибыли, но особенно те люди, которые следовали стратегии этого портфеля и этой стратегии в целом, они все должны быть в плюсе. И я знаю, что иногда сложно смотреть на свой портфель, который существенно вырос, и не иметь этого желания продать, чтобы, наконец, уже получить эту прибыль. И это естественные мысли и желания. Но я хотел сказать вам, что реальные деньги в этом портфеле и этой стратегии делаются на удержании тренда и езды на нем в течение как можно дольшего периода времени. Да, мы не сможем срезать абсолютный максимум. То есть, ну, мы надеемся, что сможем. Если это будет что-то вроде 2017 года, я думаю, мы будем близки к тому, чтобы снять большую часть этого движения. Этот пик 2017 года, по крайней мере, был для меня довольно очевиден. Я писал об этом в Твиттере, о том, что можно выходить. Если мы сможем получить такое движение, движение наверх, то я думаю, у нас будет довольно хороший шанс снять значительную его часть. Этот цикл 20-го, 21-го, 22-го года был, конечно, намного сложнее. Но суть в том, что, как ходлер, ты можешь просто придерживаться этой стратегии, и тогда ты будешь в хорошей позиции, чтобы снять большую часть прибыли с этого. Я знаю, что на рынке будет снова тенденция искать, какая монета стрельнет выше. Будут искать другие альткоины или мемкоины, например, которые сейчас более популярны. Но мой посыл такой, что если вы хотите все-таки это сделать, поспекулировать, поиграть в эту игру, в которую играют другие, то просто выделите небольшую позицию из своего общего портфеля, создайте отдельный, вот вообще совершенно отдельный счет и вперед. Пойдите, поспекулируйте, но я думаю, что вы в итоге поймете, что вы недополучили прибыль. У кого-то из вас какая-то монета действительно выстрелит, и кому-то действительно повезет, но я использую слово «удача», потому что это именно она и есть. Это как казино, где выигрывают очень немногие, и те, кто выигрывает, выигрывают по-крупному, а именно поэтому это создает много шума в социальных сетях, но большинство людей все-таки проигрывают. Еще хочу сказать про ребят вроде MicroStrategy, у которых дела идут очень хорошо, и у меня нету никакого хейта в их сторону. Я думаю, что они пампят цену биткоина и распространяют его в массы, но с этим также нужно быть осторожным, я имею в виду с перераспределением средств по таким инструментам, которые торгуются значительно выше чистой стоимости их активов, например. Я думаю, что лучший способ – это иметь свои ключи, держать биткоин у себя, сидеть в позиции, и, повторюсь, понимать, что вся стратегия состоит в том, чтобы принимать все меньше и меньше движений, совершать все меньше и меньше сделок, и не поддаваться искушению, когда биткоин зависает на каких-то баснословных уровнях, не думать типа, так, походу в краткосроке он сильно перекуплен, глядя на такие вещи, как индикаторы RSI, которые на самом деле могут вводить в заблуждение и заставить поверить, что рынок может вот-вот упасть. Не поддавайтесь искушению продавать свою позицию только потому, что вы думаете, что она упадет на 10 или 15% в краткосрочной перспективе, и не поддавайтесь искушению перекупить ее на 15% ниже, это очень редко работает на обычном рынке, чаще всего вы продаете, он растет еще на 10%, затем в итоге падает и возвращается на тот уровень, где вы продали. Вы ждете, он снова растет, и прежде чем вы что-либо успели осознать, вы уже выкупаете его обратно на 10, 15 или 20% выше. И по итогу этим вы увеличиваете среднюю стоимость вашего биткоина, а то есть уменьшаете общую прибыль, которую вы потом от этого цикла получаете. Поэтому очень важно оставаться сосредоточенным, не слишком поддаваться жадности, не думать о том, что вы собираетесь делать со всеми своими активами в биткоине, в фиате, когда вы его продадите, просто сосредоточиться на получении прибыли в течение оставшейся части цикла. Еще хочу сказать важную вещь, цель не в том, чтобы найти другие монеты для перераспределения или для инвестиций, цель скорее в том, чтобы не мешать самому себе. Решения, которые вы будете принимать здесь, определят, насколько вы будете успешны в оставшейся части этого цикла. Пора заканчивать это видео, оно длится уже 25 минут. Вроде бы я сказал почти все, что нужно было сказать. Этот цикл зеркалит предыдущие циклы. Теперь у нас есть база, после этого двухлетнего минимума, консолидация, обратно к 10-месячной скользящей средней. У нас также есть президент, который в целом по бычьи смотрит на биткоин. У нас есть институты, у которых спрос на этот актив просто бесконечен. Поэтому, я думаю, нас впереди ждет тотальная криптомания, в которой будут задействованы все и каждый. Я думаю, что это запампит биткоин до серьезных значений, но, повторюсь, нам нужно будет набраться терпения и ждать, прежде чем мы увидим, какие это будут цифры. Но я думаю, что они нас действительно удивят, глядя на то, как развивается этот цикл. И мы хотим оставаться там, чтобы получить с этого как можно больше. Так что не теряйте концентрацию в течение этого периода. Наверное, в этом году я больше не буду выпускать видео. Поэтому желаю вам хороших праздников, веселого Рождества и в целом отличного Нового года. Следующее видео выйдет уже, думаю, в самом начале следующего года. А пока всего наилучшего. Спасибо за прослушивание и берегите себя.